МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 20 августа 1604 года русским издателем Василием Бурцевым-Протопоповым был издан первый русский букваль. 20 августа 1855 года вышел первый номер журнала «Полярная звезда», издаваемого Герценом. 20 августа 1918 года было образовано издательство «Всемирная литература». 20 августа 1941 года экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова подбил почти единовременно 22 вражеских танка. На тот момент это был рекорд для одного боя. В этот день 20 августа родились. Владимир Сологуб, граф, славянофил, популярный писатель и драматург своего времени. Писатели Василий Аксенов, автор романов «Остров Крым», «Московская сада». Несмотря на то, что будущий писатель с детства тянулся к новым знаниям, учиться в школе он не любил. Так же, как не любил медицинский вуз, куда поступил по настаению родителей, желавших видеть профессию сына стабильной и хорошо оплачиваемой. В случае чего с профессией врача можно было выжить в лагерях. 10 лет сталинских лагерей таким был суровый приговор для матери и отца, которые к моменту выпуска Василия из института уже вышли на свободу с пометкой «реабилитировано». Время показало, что совет родителей не прошел даром. Проработав несколько лет по врачебной специальности, Аксенов набрался жизненного опыта и взял в руки первого. Свою первую поиск под названием «Коллеги» о медиков и бусниках, ищущих свое место под солнцем, он направил в издательство, практически не надеясь на результат. Каково же было удивление молодого автора, когда его произведения не только прочитали, но и напечатали. Более того, коллег оценили читателей, которые запомнили сюжет, а вскоре посмотрели кинофильм с одноименным названием. Не менее успешным и современным стал фильм по сценарию Аксенова «Мой младший брат». Он всегда был модным, ему удалось то, о чем мечтают все писатели, перешагнуть границу поколений. Он покорил всех, и романтических читателей журнала «Юность», и «Бородатых диссидентов». Так сквозь призму временных рамок посмотрел на творчество Аксенова литературовед Александр Генис. Впрочем, успех Аксенова был переменчив. Поднявшись на волне оттепели, автор достаточно много печатался. Но до 70-х годов, когда эйфория после завершившегося сталинского режима начала спадать. И творческие единицы, многие из которых начали примерять на себя статус диссидентов, решили открыто поставить себя в противовес политической идеологии. Одним из таких шагов стал выход на Красную площадь с протестом против попыток реабилитации личности Иосифа Сталина. Роман Аксенова «Ожог», рассказывавший о сталинских репрессиях, подливал масло в огонь. На одном из совещаний, на котором Крущев периодически чехвосил деятелей искусства, генеральный секретарь высказал поэту Андрею Вознесенскому. «Тоже мне Пастернак пошелся, но предложили Пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Езжайте, езжайте к чертовой бабушке!» Претензия косвенно затрагивала и Василия, который присутствовал на том же совещании. На вопрос Крущева «Почему вы стоите молча?» «Постите за смерть родителей?» Аксенов тихо ответил. «Мои родители живы. Наша семья ведет в этом вашу заслугу». Если Вознесенский не собирался уезжать и менять Советский Союз на дальние страны, то Аксенов в 80-е годы улетел по приглашению в США, после чего его лишили советского гражданства. Вознесенский как мог отговаривал друга, убеждая, что «ты не сможешь там без стихии русского языка, когда лица, природа, запахи – все только в память. Здесь больше невозможно давить со всех сторон, дышать нечем. Варьировал ему друг». В эмиграции Аксенов прожил почти 15 лет. За границей он читал лекции по русской литературе, написал несколько книг, в том числе фантастический роман «Остров Крым». Но родным и близким писателем для американских читателей Аксенов так и не стал, как и американцы для него. У американцев своя версия обороны Севастополя. В Америке два самых сильных фундамента – банк и церковь. Банк, наверное, на первом месте. Так в одном из своих последних интервью заявил писатель после возвращения на родину. А на вопрос корреспондента, что вас сейчас интересует больше всего, ответил «Больше всего меня интересует писанина», между прочим.